Всем питмейкинг, пацаны! Сегодня я буду писать бит из тех звуков, которые вы мне прислали на почту, о чем я просил в инстаграме и в сообществе на ютюбе. Если этот формат так уж вам понравится, то в следующий раз я не только напишу бит из ваших звуков, но и запишу на него трек. Итак, давайте для начала послушаем, что вы мне интересного прислали. Всего у меня тут 30 писем и начнем с самого первого. В первом письме у нас готовый бит, во втором письме у нас битбокс. Что же это за битбокс? Вау, вот это горячий звук, его необходимо будет использовать. Так, это у нас лупчик. Такой легкий дитюн, окей, ну ладно, может быть, может быть. О, да, гачи, гачи мучи. Это сэмпл из какой-то игры, возможно мы сделаем и его флип, но я думаю, что вы здесь ради этого. Оу, ой, не, я не буду, я не буду это вставлять. Нормально. Ну, клэп у нас уже есть, это очень хорошо. Да. Это какой-то корнелюк. И плак. Ну, может быть, почему нет, тем более, если есть стемсы. Кто-то решил, что мне будет тяжело работать с дичью и нужны нормальные звуки. Спасибо тебе, FreeProt. Так, Wave Sam, War Sample, не Wave Sample, War Sample. Хороший сэмпл. Сэмплировал саундтрек Warcraft. Проблема в том, что, скорее всего, крутых сэмплов и откуда-то, и собственных тут будет много, но я не смогу все использовать. Постараюсь использовать самые-самые интересные. Так, АМР, это что-то запись. Эх, жаль, что такое низкое качество. Привет, Garf Fruit, я твой фарм. Ха-ха-ха, блин. Ха-ха, спасибо. Эта сэмплировать я, конечно, не буду, но очень приятно, спасибо. А дальше что? А-ха-ха-ха, вот. Наконец-то нормальный 808-й, это не эти ваши спинзы всякие. Эмбиэйсненько. Нормально. Блин, скримера в конце не хватает. Вот если он будет, вот. Это не значит, что для следующего ролика нужно присылать такие сэмпли скример, со скримерами не надо. Прикольно, скорее всего, используем, да. Большое спасибо. Блин, реально. Интересно, когда присылают что-то такое не совсем стандартное. Только он с лив-ремайндером, но ладно, сейчас не об этом. Прикольный сэмпл, прикольный, мне нравится. Ну, эти, возможно, мы заресэмплим, точнее, ресэмплируем. Ну, вот первый сэмпл прям мне очень понравился. Вовка Козлик. Что там? Тотальный ебой тебе, о май гад. Ха! Да, пусть он даже звучит слева, но... Да, это точно можно использовать. Но, правда, жорку никто не переплюнет. Если вы поняли о чем, можете написать в комментариях. Тут ли олды, скажем так. Посмотрим, хромает ли качество. Ну, ты знаешь, Макс Корж бы сделал из этого хит. Но я не Макс Корж. Да, может быть, почему нет? Е-бой драм-кит. Ух ты! 500 мегабайт. 500 мегабайт, это, конечно, круто. Посмотрим, что там такое. Пока. Подвинемся дальше. Ну, если это е-бой драм-кит, то там точно что-то е-бойное. И у нас есть один луп в ВАВ и в МП-3. Ну, давайте послушаем. Он, конечно, с битом, но все равно прикольно. Дитюнчик такой небольшой от скелетончика. Пианино и сэмпл 5. Прикольно. А пианино, наверное, то же самое. О, нет. У нас есть целых два прикольных сэмпла на фортепиано. На самом деле у нас целая куча сэмплов. Кстати, как вам такая идея, что в следующем каком-нибудь видео я покажу, как можно прикольно флипнуть луп на примере вот этих, которые крутые. Они же, правда, классные. Если вам нравится идея, напишите в комментариях. Я все прочитаю. Давайте дальше послушать. Блин, ну... Ну, ребята, ну сколько можно? Ну, это слишком хорошие лупы. Нурхан, большое спасибо. Классный луп. Надеюсь, ты его сам написал. Если так, то, блин, красавчик. Дальше у нас... Ну, это, конечно, круто. Не, я просил прислать что-то нестандартное, и вы прислали что-то нестандартное. Я очень доволен. Огромное спасибо всем, кто прислал. Все очень нравится. Федор прислал не одно письмо, а несколько. Так что давайте послушаем все. Так, это ваншот. Похоже на настоящее фортепиано. Типа 88. Я просто обязан это использовать. 808 из линейки. Это то, что мы заслужили. Блин, круто, круто. Мне очень нравится. Ууу. Монетки. Очень много крутых сэмплов. Мне прям все хочется использовать. Selfmade Loops написал нам Loop. Для моего разнообразного контента. Спасибо. Блин, круто, круто. Круто. Ну, здорово. Крутой вокальный сэмпл. Битбокс. Это драмчик. Драмчик. Битбоксовый драмчик. Окей. И звуки для трека. Финальное письмо. Кто-то пустил шептуна. Нормальный райс. Нормальный. Короче, у нас есть куча FX. У нас есть куча драмок. У нас есть куча сэмплов. У нас есть куча всего. Сейчас я все это сброшу в FL-ку. И постараюсь из этого собрать какой-то классный, прикольный биточек. Приступим. И вот в нашей любимой FL-очке я подумал, что с этими сэмплами нужно сделать то, что делает ваш сосед снизу, сверху, сбоку, отовсюду. Сверлик. То есть, ну, сделаем дрилл. Если вдруг вы не поняли. И нужно выбрать основной сэмпл. У нас их несколько. Они все хороши, но я, наверное, остановлюсь вот на этом сэмпле. И, как я уже говорил, если вы захотите, можете написать об этом в комментах. И я сделаю видос про то, как флипнуть сэмпл с помощью одного из этих, которые вы прислали. Поставим темп 103. У нас есть и тональность, и темп. Возможно, поэтому мне понравился этот сэмпл, что тут все указано. И отрезаем все, что после пяти бар. Темп тот. Крутаем тайм ему так, чтобы он зафиксировался на пяти барах. Теперь давайте питч поднимем на 200 центов, чтобы это было не E-M, а F-Sharp-M. Я, короче, хочу добавлять вот таких вот звуков. Первым делом Edit and Pitch Corrector, чтобы узнать, что он на С. Отлично. Закидываем его в Channel Rack и отпиливаем. Мы знаем, что у нас тональность F-Sharp. Высоко. Шикарно. О, вот этот звук я тоже хочу использовать. Но он из какого-то пака, наверное. Но, тем не менее, он крутой. Тут уже какая-то другая нотка. Я думаю, что это D. Да, наверное, D. А если на актау вниз? Так, прикольнее, по-моему. Ну, эти клэпы мы добавим чуть попозже. Этот мы добавим тоже позже. Здесь написано, что это 808-й. Кто я такой, чтобы спорить с тем, что написано? Мы сделаем из него 808 Edit in Audio Editor по методу Моргенштерна и Слава Мерлоу с их пердежом. Нам нужно выбрать какой-нибудь фрагментик, чтобы его зациклить. Включаем вот этот магнетик обязательно. Достойный бас. Жмем сюда, делаем Set Loop. Перебрасываем в наш Channel Rack. И, естественно, сразу его отпустим на несколько октав вниз. Можно еще немножко Sample Start отпилить. Достойный басец. Теперь нам нужно узнать, на какой он ноте на самом деле. Для этого давайте закинем его, например, в 5-й канал микшера. Закинем сюда Auto Tune. Выберем здесь Bass, Insta. Это D-Sharp. Вправим к нам камешки на D-Sharp. Идеально. Теперь нам нужно набрать Drum Samples. Я думаю, из битбокса можно будет что-то взять. У нас будут Open Head. Круто. Теперь поищем закрытый Head. Нет. Во! Вот, вот с помощью этого мы сделаем закрытый Head. Зайдем ему в Envelope. Envelope Pitch. Amount наполовину. Поиграемся в Decay. Tension покрутим вот так, чтобы звук был так повыше, если... В целом даже похоже на Head. И немножко Out еще. Теперь давайте найдем Snare. Отличный Snare. И... О! То, что нужно. Укоротим только. Как-то так. Ну, давайте основной возьмем снова из битбокса. Наверное, вот этот возьмем. Идеально. А если его тоже сделать стретчнутым? О! Так лучше. Давайте я использую вот этот звук в качестве перехода на начало, с конца. Узнаем, какие там нотки. Нота Do. Первая. Закидываем его сюда. Нам не нужна вторая нота. И за ресэмплим. Ctrl-L-C. А если мы его реверсним? Ничего не меняется. Ну ладно, хорошо. А если так? Нормально. Но нам нужна нота F-sharp. На 6 полутонов поднимем. То есть на 600 центов. Шикарно. О! Еще один хэт у нас тут нашелся. Вот. Давайте сразу паттерн этому хэту настроим. Поинтереснее. А то что, скучно как-то. Я думаю, все. Достаточно. Достаточно разнообразия. И можно все это сразу скинуть на микшер. О! Только этот хэт нужно значительно ниже. С ним я хочу провернуть одну штуку. Есть плагин от Waves S1 Imager Stereo. Я не знаю другого способа. Если вы знаете, то можете написать в комментариях. Способ быстрее и проще. Но я хочу от этого хэта, поскольку это стереозвук, я хочу только один канал его использовать. Конкретно. Вот этот. Можно еще какие-нибудь эффектики подделать. По-моему, вот эта прикольная часть. Да. Можно, например, зайти и покрутить Pogo. Нет, давайте вот этот в конце оставим вот так. То есть без щелчка в конце и... Да, его мы сейчас тоже используем. Давайте посмотрим еще что-нибудь в битбоксе. Может, есть интересные вот эти звучки? Нет! Во! А это похоже на правду. И Pogo крутанем тоже. Попробуем на snare накинуть. Да! А этот звук конкретно линеечный. Мы зареверсим, застречим. И укоротим еще сильнее. И в тайме выставим ему... Да, вот как-то так. Как-то так и... Да-да-да-да-да-да. То, что нужно. Только нужно подобрать пасату тона. То, что нужно. И давайте сразу покидаем басец. Какой-нибудь прикольный дрилловый бас нужно прописать. И сейчас мы бесконечные слайды будем делать ему. И можно кик накинуть. Ну, короче, я подумал, что кик уж лучше использовать обычный нормальный кик. Можно чуть-чуть забустить его. Че-то, че-то уже получается. Наверное, я немножко сайда выплю из сэмпла. Снизу. В Make Dynamic чуть-чуть вот тут вот низкую серединку тоже чуть-чуть прижмем у сэмпла. И, наверное, давайте пропишем слайды. Как я прописывал слайды, рассказывал в видосе прообладает. Че-то такое хочу сделать. Вот так и вот так. Только нужно сделать, чтобы было... А не так плавно. Поэтому все это дублируем. И убавляем громкости у слайдера. Шикарно. Пау. Вот так. Хочу здесь. То есть быстрый слайд вверх и медленный вниз. Да. Че-то такое. А если вот так? И вот так. Ну, пока оставим так. Если че, поменяем. Ту-ту-ту-ту-ту. О, и здесь снова Д. Вот, только нормально уже. Да. Да-да-да-да-да-да. Да, то, что нужно. Блин, слайды запарные такие, но прикольно звучат. И сейчас надо будет сделать что-то с басом, чтобы он звучал по-нормальному. Давайте закинем сюда проклюшку. Переключим на Natural Face, потому что это бас все-таки. И будем нещадно резать всякую фигню. И самый низ тоже, наверное. Самый верх. Самый верх. Теперь можно накинуть декабитатор. Tony Dark, наверное. Вот так и вает немножко. И поскольку это drill, необходимо бас, конечно же, расширить. Вот с такими звуками я люблю очень делать вот так. То есть немножко их подгружать. Мы можем здесь же немножко отпилить им низ наоборот. Не вверх, а низ. И сделать поярче. Ну и можно микс убавить по желанию. После этого, конечно же, реверп, но не сильный. Примерно то же самое я сделал с колокольчиком. На группу ударных закинем вот этот волшебный плагин вот с этим волшебным пресетом. Все стало сразу плотнее и ярче. Ну и сейчас надо будет ковыряться с каждым отдельным каналом ударных. Вот сюда я, наверное, отдельный реверп еще кину. Fruity Reverf 2. Size на максимум. Вет процентов 9. И вот этот хэт я расширю. Еще сюда тоже можно чуть-чуть, буквально капельку отдельного ревера. Дюкей побольше, в это поменьше. Потому что, естественно, у нас будет канал с ревером. Вот и сейчас мы все звуки туда подправляем. Канал с ревером тоже заручен на основной канал. На open head можно вообще стерео шейпер накинуть. Да. Еще необходимо накинуть кучу всего на канал с ударными. Например, drum shaper. Ключим софт-клип. Потому что это не совсем ударные звуки, и поэтому им нужно добавить атаки немножечко. Транзиентов. Вот, сразу подинамичнее стало. И можно еще их все вместе немножечко расширить. Теперь на групповом канале инструментов. Конечно же, J37. Центр стерео. И какой-то яркости не хватает этому фортепиано. Поэтому давайте на первое место закинем Saturn. Tube clean tube. Ну и теперь давайте просто добавим буста на мастере. Split by channel. Вначале будет вот так. Сахара вступит тут. А здесь будет. Во. Да. Вы думали, я его не использую? Я его использую. Нам нужно закинуть на него A1 стерео контрол из-за того, что он очень слева. Я просто сделаю его в моно и все. И после этого закинем сюда Vintage Wear, Bright Hall. Только Decay чуть уменьшим и Mix. Идеально. Нормально. Да, и Drop. Шикарно. И вот сюда ставим Drop. И давайте сначала без кика. Уберем здесь Kick. И здесь отправим Sample в Low Pass. Закинем для этого сюда One Note Filter. Правая кнопка мышки. Create Automation Clip. Здесь он включен. Везде в остальных местах он выключен. И знаете что? Make me. Make me. Ах! Вот что у нас будет. По-моему, это заслуживает лайка, так сказать. Стретчем, чтобы это было в темп. И, наверное, авто включен. Make me. Make me. Ну вот и все. И если вам понравился этот ролик, то можете наставить кучу лайков, написать кучу комментариев. И в следующий раз, возможно, я даже запишу на этот трек. И перед тем, как мы этот прекрасный биток послушаем, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей, и чтобы его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне в ВКонтакте или в Институте в Директ. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Если видео показалось вам капельку интересным, чуть-чуть полезным или просто веселеньким, то ставьте полностью заслуженный лайк. Ну и чтобы не пропустить подобные веселенькие видео, разборы битов или просто видеоуроки по FL Studio, обязательно подпишитесь на канал. Кнопочка подписаться есть внизу, и она же будет в конце видео. Ну и посмотрите другие видео, если вам понравилось это видео. Другие понравятся точно. И с вами был Стас Гарфпрод. На этом у меня все. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok